Днем солидарности трудящихся как будто после развала Союза из праздника выхолостили его настоящее содержание боевое и протестное. На самом деле праздник изначально был не политическим, а просто весенним. Как этот день отмечает Одесса, знает Светлана Пензова. И она на прямой связи со студией. Светлана, как у вас дела? Здравствуйте, студия. Мы находимся у оперного театра на пересечении улиц Решилевская и Дерибасовская. Сейчас здесь формируется праздничная колонна, которая пройдет демонстрации до Куликова поля. Рядом с нами Николай Ильич, он нам расскажет, как это было ранее. Сейчас, надо сказать, не очень много людей. Николай Ильич, скажите, пожалуйста, что для вас означает 1 мая? Да, действительно, раньше тут тысяча людей собиралось. И в моем понимании, это остается день международной солидарности трудящихся, что подтверждает вот эти демонстрации, что случается в Европе. Обидно. Миллионный город, а нас же заставляли по радио, везде говорили. Вот как вы проведете 1 мая? Ну, склоны на шашлыки. Ну, нет, придите сюда, покажите властям, что вы чем-то недовольны. Той же пенсионной реформой, теми же противоправными законами, которые принимаются. Нет, люди отсиживаются на дачах, ну, вот это обидно. А вообще, это день солидарности трудящихся, и он остается им. И мы должны бороться за свои права. Выйдем, на миллионный город выйдет 100 тысяч, власти подумают. Баделан, помните, что я говорил? Что вы вышли? 3 тысячи? На миллионный город это чепуха. Вот давайте, 100 тысяч, мы поймем. И прислушаемся. Ну, вот так вот. В колонии видно, что все-таки есть и молодые люди, и пожилые. Да, в последнее время к нам в компартию примыкает очень много молодых людей. Вот мой сын, например, ну, он раньше еще вступил, ему еще 30 лет не было. Сейчас вот к нам приходят, они говорили, не можем пойти в партию, потому что служба. Приходят полковники, научные работники, вот кандидат наук стоит, астроном. Много ребят. Скажите, пожалуйста, 1 мая это праздник труда и весны. Для молодого поколения это, скорее всего, уже праздник весны. Все-таки солидарность трудящихся. Нет, вы посмотрите, что творится в Европе. Тоже Германия. Сотни тысяч людей выходят. Я попал на 1 мая на Мальте, так там пройти невозможно было. На тракторах я даже прокатился, у меня есть записи. С красными флагами, с серпом и молотом. Никого-то не смущает. У нас что-то серп и молот считаются каким-то ненужным символом. Просто странно. Европа движется в левом направлении. А Латинская Америка, смотрите, преемник Чавеса строго идет по левому пути. Спасибо вам. Сейчас колонна формируется, через несколько минут начнется праздничное шествие по Решелевской улице. На Куликовом поле в 11 часов состоится митинг. Мы следуем за колонной и следующее включение ожидайте. Спасибо, Светлана. На связи со студией была Светлана Пензова, которая вместе с Одессой отмечает День труда. 1 мая празднуют в 142 странах и территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая. В Украине 1 и 2 мая традиционно считаются выходными днями. Если вам есть что сказать, для вас работает телефон горячей линии 706-38-96. 706-38-96. Узнавайте, что происходит в городе на нашем канале. Увидимся. В студии была Екатерина Ярская. Хороших новостей и удачного дня. Редактор субтитров А.Семкин